после небольшого перерыва продолжится запись ремонтов итак у нас сегодня в ремонте магнитола клайд заявлено неисправность было что после включения появлялись полосы по дисплею через две минуты дисплей газ магнитола продолжала играть с магнитолой обратились в ремонт ремонту мастера не получился но что интересно на выходе клиент получил магнитолу спаян дроссель шим питания вай фай модуль это что так сразу обнаружилось дальше при осмотре магнитолу мы видим что стоит дсп модуль а процессорная плата не имеет расключения первых четырех пинов это у нас цифровой выход на тот самый дсп модуль получается что процессорная плата также подменена скорее всего та которая стояла была исправная рабочая и установлена неисправная так как выдает отсутствие четырех пинов надеюсь сейчас сниму плату и под платой будет процессор оперативная память память контроллер питания то есть плата будет сборе владельцам был при от была приобретена другая плата для замены хотел сам произвести ремонт купил плату поставил но магнитола не включается здесь есть некие обозначения на плате не знаю что они обозначают ел здесь и здесь такие же обозначения ремонт начнется с процессорного модуля разберем посмотрим посмотрим лог определяется он на юсби и что нам он говорит можно сказать повезло отлично все чипы на месте плата по распайке сборе видно что процессор грели видать немного шатали и шатали оперативную память постоянная память не замечена со следами какого-то вмешательства здесь немножко олова есть это все придется почистить при подключении плата сразу же определяется в маскром режим и если мы пытаемся стере флэш у нас загрузчик загружается значит у нас процессор в общем как у нас получилось у нас загрузился загрузчик процессор по загрузчику стартанул нормально стартанула оперативная память и здесь он попытался форматировать память и и никак не обнаружил скорее всего не не справим чип памяти либо он криво посажен либо криво посажен процессор более проще снять память и проверим ее на программаторе перед ремонтом процессорной платы было принято решение проверить ту системную плату которая есть наличие которая была куплена для замены так как нужно окончательно определиться со стоимостью ремонта и да она стартует и мы видим вот такую картинку это скорее всего первоначально неисправность у нас есть полосы по экрану и некачественное изображение здесь у нас первоначально неисправность скорее всего заключалась где-то в плате тфт отдельно сейчас проверим дисплей подключен к тестовой магнитоле если дисплеем все хорошо и тачскрин работает то в принципе можно будет все отремонтировать и уложиться в оговоренную сумму дисплей подключен к тестовой магнитоле и как видим у нас неисправен скорее всего дисплей так как дефект практически сохраняется теперь мы повторно попробуем сейчас подключим к магнитоле заведомо исправный дисплей и попробуем собрать на сборке и посмотрим что у нас получится небольшой стенд обратно этот собранный подключен тестовый дисплей исправный и как видим картинка отличная и того можно сделать вывод что неисправен дисплей и к неисправности дисплей у нас еще плюс попалась неисправно процессорная плата с отсутствием четырех контактов того получится ремонт процессорной платы и замена дисплея попробуем согласовать сумму и дальше уже приступим к ремонту возможно чтобы не ремонтировать процессорную плату здесь либо процессор либо память удастся обратиться первоначальному источнику принято решение полностью ремонтировать магнитолу поэтому процессорная плата на нижнем подогреве снимем чип памяти послушаем его на программаторе что он говорит и нужно будет зачистить нам данную площадку от олова так как здесь прижимается радиатор если мы не зачистим то у нас будет хуже отвод тепла чип постоянной памяти с платы был снят проверен на программаторе чип у нас определился правильно никаких ошибок в работе чипа не обнаружено и стирание основного раздела на 32 гигабайта также выполнена без каких-либо ошибок нанесем шары поставим обратно и проверим буду надеяться что был какой-то слившийся шар и поэтому у нас чип не форматировался и не устанавливалась прошивка на чип памяти шары нанесены примерно выглядит так есть еще небольшая сейчас проблема даже если поставим плата стартанет восьмая ревизия а на восьмой ревизии был чип памяти 2 и 4 гигабайта будет очень плохо если чип памяти окажется на 2 гигабайта так что сейчас не спеша продолжим сборку и реанимацию платы чип памяти установлен обратно память на тестовой магнитоле и отличный результат память у нас полностью определилась отформатировалась теперь мы можем смело нажимаем нажать обновить и обновим прошивку сейчас она должна загрузчик перейти и пойти циферки прошивки прошивка завершена успешно модуль прошит отлично он стартанул и памяти у нас 4 гигабайта на борту можно сказать повезло далее мы уже все сделаем для воспроизведения звука а точнее есть такая платка она уже не ремонтопригодна поэтому сейчас вот здесь попробуем вот так вот отпилить снять 4 боковых контакта и запаять нам модуль удачно выпаяно несколько контактов ну и примерно это вот так сделано пришлось немножко на пили компоте подточить боковины поставим и перейдем к замене дисплея замена дисплея произведена что это заметка может обозначать и л здесь она здесь здесь кто знает может быть напишет дисплей заменен магнитола полу в сборе теперь у нас отлично картинка такая как нужно и наш дсп также определяется по звуку еще не проверял но пока магнитола включается и есть картинка как бы тач они все бликует но так вроде ничего показывает ну что осталось собрать магнитолу запустим стресс тесты для процессора и проверим весь функционал звук bluetooth вай фай и остальную периферию магнитола была собрана проходила финальное тестирование у нас практически вся периферия была проверена осталась нагрузка 3d тестами и проверка gps на втором кругу аппарат выключился и больше не включается отсоединен шлейф дисплея процессорная плата если замерим на выходе дросселя сопротивление относительно минуса к сожалению 130 ом придется заново все разобрать и найти где у нас такое просаженное сопротивление скорее всего либо контроллер точнее шинка либо что-то еще как и предполагалось шинка спаяна сопротивление у нас теперь 200 килоом поставим новую и думаю у нас должно все заработать и надеюсь больше не перегорит шин контроллер заменен магнитола включается тестированная продолжается проверены спутники на спутниках есть прием осталось еще час-два стресс-тесте погонять и если уже будет все нормально тогда можно будет на выдачу магнитола в тесте по кругу это уже пятый стресс-тест течение трех часов никаких проблем в работе аппарата нету думаю на этом восстановление и ремонт данного аппарата завершён